...говорил о том, что я первый грешник. Вот, поэтому, наверное, знали, о чем мы говорили. Но они это не брецали этим. Я грешник, как брежье, все медали. Ну и грешник остаюсь. Грешник означает, я не должен быть грешник. Смысл вот какой. Благодатью я должен справиться. Безусловно, безусловно. Но они-то это жизнью, они-то жизнью это совершили. Вы сами назначили вопросы, по каким мы могли бы встречаться. Вот у меня милиция приезжает за мной выступать у них. Но у нас сегодня городского краевого вода, я не знаю, там зал такой огромный. И у нас сегодня тема об экстремизме. Пожалуйста. Они приезжают в другую сторону. Тема сейчас такая-то. Вот недавно я сделал тему, флаг. Вы послушали, как отдел юстиции сейчас еще хотят пригласить. Флаг наш вненациональный, вневременный. Российский флаг не было и не будет такого. Это флаг, данный от Бога. Флаг проповедь. Равные полосы, красные. Почему? В милиции у всех же на рукавнике, это в трехколы уже. Никто не знает. Я говорю, это Бог дал. Во-первых, никакого знака нет. Красная это кровь. Вы согласны, вся земля от коры до центра пропитана. Мисхевич говорит. Все согласны. У мусульманов, у буддистов. Все умирают, даже рождаются с кровью. Согласны. А дальше. Синее небо меня так манит. Синяя-голубая полоса у священника была. Вот вторая полоса. То есть помышляете о горнем, а не о земном. Прямо Павел говорит. Ну, знаете это. Знаем это. На огонь им должен помышлять любой человек. И третье, уменил я в 20-е главе в Откровении. Великий Белый Престол, перед которым все преклонилось. Это проповедь. Это особая милость, что у нас флаг, но его не знают и не объясняют никогда. Одним флагом я буду наполнять проповедь всюду и везде. Пожалуйста. Давайте прессионалистами все это скажем. Я же не буду говорить, что патриарх плохой, там, КГБшник, а я как-то цароушник. Мы будем говорить о том, что сегодня мы должны встать, иначе нам конец. Капец, как говорят. Ну ладно. Давайте отцы тогда тоже помолимся. Своими словами. Ну, своими словами можно. Я предлагаю там уж все-таки начать как положено. Да, молитва есть молитва. И вы же сами не выбрасываете слово из Библии. Вот, вот и мы начнем с того, как положено, от своими словами. Пожалуйста. А то можно ли себя в саморяду? Ну, мы сейчас хотим, я думаю, что мы прочитаем Ангел Вапияша. Да. А, пожалуйста, Отец Айкин может произнести вторую часть, вторую, что своими словами желает. Ангел Вапияша, благодать нечистая, Дева радуйся, и по кирику радуйся, Твой Сын воскресе, предневен и из гроба, и мир Твою воздвигнули. Люди, веселитесь. Святись и святись, и Новый Иерусалим. Слава Богу Господне на Тебе, Восея. Ликуй ныне и веселись и сегодня. Ты же чистая, и просуйся, Богородица, о восстании Рождества Твоего. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитвами причистия Твоей Матери и всех святых. Слава Тебе, благодарение, Господи, за это тихое и мирное время, за эту встречу, Господи, за это общение. Будь милостив, Господи, даруй нам ревности о Слове Твоем, Господи, чтобы нам, пасторам, быть добрыми пасторами, чтобы нам и пастору Свою довести, Господи, до Царства Небесного. Будь милостив, Господи, соедини нас, Господи, в Тебе. В любви Твоей, Господи. А Тебе, за все Твои милости к нам, Господи, слава, благодарение, честь и поконение Отцу Сыну и Святому Духу, ныне пресной и во веки веков. Аминь. Аминь. Немножко душно. Смотрите, что мне написали. Диктофон оставили включенный. Врачи, отец Сергея положил. Врачи, отец Сергея, отец Сергея, отец Сергея, отец Сергея, отец Сергея, отец Сергея. Какие вопросы? Скажите, что патриархи избирали кихому жеребию, и никто просто с этого не восстал. В первой главе книги Дени Апостоль сидел лицарь, что апостолы избирали желебью. Почему период так не нравится? Я был в этом на революте. Я просто не понял, вы против? Наоборот, я сказал, что я тоже с глухой. Они избирали там все желебья, вытаскивали какой-то слепой. А я глупый, поэтому я отвечаю здесь. Я все-то похож на слепого. Я к силу подогнал, чтобы меня не осудили, что я делаю наоборот. И патриартирил многого в избег, если бы он, ну, не так, что давайте, все, того убрать, собередник этого убрать. А сейчас он что делать, это ой-ой-ой-ой-ой. Он может не дарить на сроках. Мощнейшее на него дает давление, сейчас там выступление готовят, быстро, ой-ой-ой-ой. Я посчитал там ужас один. Но как-то Бог меня выпускает. Я ему писал письмо, если бы он ответил, я конкретно, у меня на все есть программа конкретная, выполнимая это на сегодняшний день. Но сейчас следующее со студентами собраться. Первое покаяние и любовь к Богу. Чтобы Бога возлюбили, что это мой Творец создал эту прекрасную землю, чтобы в каждом движении вытерка увидели моего Бога. Доказывать ничего не надо, Он есть. А далее пошел на это дело. Что значит Слово Божие? Как Его полюбить, как я Его полюбил? Я занимался, Словом Божьим, около десяти часов в день. Это каждый день. Моим голосом насчитано в интернете, Библию, пишите пятьдесят томов. Двенадцать томов за том, больше нигде нет, это только мое все. Двенадцать томов жития, откровения, добротолюбие, четыре книги величинства. Ну, пятьдесят книг насчитано. Почему? Я люблю Бога. Понимаете, любовь покрывает все. Да, я грешник, я каждый день отрочитаю молитвы, прости меня грешного. Но я на этом не засыплюсь. Я знаю, что он берет грешника и преображает. И уже называет святым по вере. Святым по вере. Это Давид еще говорит. Как? Ископленным чадом. Корректно, он говорит, нет такого блуда, как у вас. А начинает святым избранным. Мы не должны бояться слово святой. Не обрицать грехом. Да, я грешник, да, я... Но теперь Бог меня избавил. У меня в мыслях нету туда возвращаться, где я был. Одна сияющая слава ждет нас перед Богом. Я в нас что-то так сказал. У вас службы это организовать? С нашими не сравнишь. Говорит, хорошо же было. Конечно, теперь у вас в Потеряевке встретимся. Да, теперь в Потеряевке встретимся. Там сходим. Вот сейчас у нас была Пасха. И мы на машинах уехали. В ЛОВК, там, в Легон. Все. Я там сказал, ну ветер мешал. Крокус. Иван слышал. А все, все. Я уже высел в интернете. Говорите? Нет. Мои ролики меня стоят. Мои ролики на дела только по развитию. И там все ролики. Вот это все будет написано. И надеясь на Бога, и не будешь поздравлен. И когда вы в Потеряевке, ну не торопитесь обратно домой. Мы так побудем. Мы беседуем. Мы выйдем там что-то. Как картошку спешем. По беседам. Обнявшись походим. Мы же, если мы не родные друг другу русле. Кто? Всегда мы родные, что ли? Которые все распродали. Миллиардеры это? Нет, конечно. Нас объединяет кровь Христа. Любовь Иисуса. Нас не объединяет ни епископ, ни экономическая территория. Любовь Божия. А она нас не разъединяет, хотя я скажу в другой, допустим, храм или другой епархии. Нам не надо это под одну. Наоборот, вот это наше особое какое-то, скажем, такое положение, оно заставляет других задумываться. Любовь Божию. У нас не запрет, не запрет. У нас каждое наступление занято. Одного нету, если у нас надо звонить, у кого нету, И мы к себе никого не зовем, у нас под запретом, к себе никого не звать. Понятно? Такого нет, в общем, ни у сектантов, нигде. Мы не вербуем. Мы всех направляем в храм, который ближе где-то. Ну, бывает, человек обратился, вот, я хочу непосредственно у вас будет, ну, принимает крещение, а уже стал ходить, тут уже мы не позволяем играть. У нас посты все соблюдают, до единого, сто процентов. Любовь к Богу. Она преображает всю нашу жизнь, от начала до конца, с утра до вечера. Вот только пациент нет, сидит с Австралией. А ребята занимаются своим делом. Сразу они, я встал на молитву, они занимаются, они сразу расстановятся рядом. Понимаете? Это непрерывная связь молитвы с Богом. Это нельзя объяснить. Это совершенно другой уровень. Вот он со мной живет на квартире. Я юноша один, он из Греции приехал. Сейчас в медицинском университете учится. И это надо просто видеть. Понимаете, слово любовь, когда оно в деле, это не затертое. Это сияющее, обнимающее, охватывающее человека. Ведь апостол Павел говорит, что любовь к Христову и Библию. Да. Вот как. Патриарху и Патриарху и Библию. Ну, это мы все записывали. Единственное, что я пришли на этот парад и не знал. Подгонение за Патриарха, им им многое привезло еще больше предет. То, что избран таким путем... Ну, не избрали, как Патриарха Тихона. Мы сейчас как раз говорим. Ну, нас тут спрашивают. Патриарху и Библию собрали. Патриарху и Библию собрали, отменили все последствия. Помимо Великого интернет-пятницы. А остальные соблюдатели только осуществляют. Почему? Потому что их не соблюдают. Я не пишу, там, в 8-9-ом веке. А мой явный соблюдатель, как и дружище, как и дружище, для меня последствия о радости. Паспицу, он подойдет, я продолжу. Пойдемте уже на правах хозяина. Ну, хозяина провожу. Тогда уже владыке передайте. Скажите, мы приглашаем вместе. В общем, если сейчас такие периоды, то это уже просто возможно, вышедшей по не будет. Ну, владыке, я вам скажу, раз смотрю, я вам хотели поехать. А вы сейчас забыли. Единственное. Что? Я знаю. Если не мешает. И там и надо. Ну, я бы так был. Он хотел. Мы очень просим. Потому что это единственный может быть раз, когда Боже приехать будет. Даже реально вертолет прилетел. А тут? Ну, Господь не смотрит. Да, за то, что. Спаси Христос Вас. Так, пошли. Ну, что, братья. Не зря ходили. Сейчас мы скачаем. Так, кто мне скачает? Не знаю. Тут шнур должен быть. Кто-то отражает. Ну, вот здесь. Так вот, Володя же вам скачает. Тут же скачивают. Вот вы. Володя, скачаешь? Конечно. Ты же скачаешь? Да, конечно. Какая тебе разница с какого? Правильно? Шнур есть. Ну, ставить-то я ставлю, конечно. Аллилуйя. Благословенно. Они поняли. Это вот самое главное. Да, да. Я, вот, меня попросили. Идем. Ну, я не знаю. 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 Роман. Валенцы. То есть. Екатерина спросил меня. Поговорить о том Роман. Но, так как Игнатий Тихонович постоянно использует для благовестия издательства. И мы с ним не сотрудничаем. Ну, как бы. Мы сотрудничаем. А просто они дают там. И они меня попросили поговорить. Ну, православный, справославный. Спасибо. У брата, прости нас Христа ради. Парту, славите нас. Христос воскресе. Поистина воскресе. Христос воскресне. Поистина. Слава Христу Аллилу Яinee. То есть. Они попросили меня поговорить с ним. Я с Нипалевым, говорит, я пока без высшего голоса не могу решить эту вопрос. Я, может быть, хотела походатайствовать, прощеaux что-то. Может быть разрешения будет такое? Надо все-таки посмотреть еще будет. Я вот тоже вам сейчас не совсем не готов ответить на этот вопрос, потому что знаю, что практика есть, как бы такая, она была, 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 относительно сейчас, не знаю, не знаю, потому что это же у нас все такое, правда, те книги, которые на церковь, безусловно, мы запретить не можем, но они должны быть сниженными, сниженными. Я понимаю. Чтобы он сказал головавчу, что он не против, или как-то, что он боится сказать, я так понимаю, от своего имени. Естественно, естественно. А у него нет возможности, да? Ну, дальше я сейчас поднимусь, я понимаю. Пойдем, там, мы швем тебя. Садись в машину. Надо подержать, мне каяния. Иди, садись. Я сам-то себя не посчитал. Давай все остальное, я увезу. Пешком придется тебе идти, опоздал. Так, давай. Это... На, батюшки, отдай. Ну, увезешь домой, там, хватает. Полодя, ты возьмешь все? Ну, мы поехали. Игнать, тихо. Можешь мне на свой компьютер закинуть? Вам прислать. А ты, конечно, нельзя. У меня же Володина. А? То же самое же. Володин. Нет. Нет, нет. Травмировал. Володин. Ну, они садись. Садись. Ну, все, с Богом. Я не могу сказать. Вот, с Дионом. Сайможем у них берем новый билет. Они... Дионом меня попросили поговорить о том. Вот. Я с ним поговорю. Я поговорю там.